Прошу прощения, муха залетела, рот все время открытый Здравствуйте дорогие друзья, с вами Дмитрий Явланов и канал Сады Тамбовщины Сегодня у нас как ни странно 5 октября 2021 год И буквально наверное где-то час назад или может быть 2 часа назад Мне написала подписчица Юлия Найденова Спасибо вам большое И напомнила, что сегодня же 5 октября и нужно снимать обзор всех моих хвойных растений Очень как-то это так неожиданно у меня получилось Вот сейчас прибежал домой, все бросил, взял телефон Погода стоит вроде бы такая хорошая, солнечная, тепленькая Ну и давайте начинаем как всегда по порядку с моей верхней клумбы Заранее прошу прощения Если название какое-то или не назову или может быть перепутаю Но бывает такое, что очень много там старов у нас Голден Стар, Блю Стар, много очень туй западных Плюс-минус какие-то одинаковые там названия повторяются Так что если я что-то забуду или повторюсь Ну не обращайте на это внимание, иногда бывает А если хотите, то можете поправить меня в комментариях И начинаем мы с уголка, вот прямо отсюда Туя Восточная Випкорд Просили меня подписчики рассказать о ней Буквально прямо сейчас буду рассказывать по паре слов Как зимуют, как нарастают Перезимовало отлично Под укрытием первый год Как и все мои хвойные, которые сажаются первый год Я всегда в зиму их притеняю Чтобы весной в марте или в апреле, когда сходит снег Они не подгорели Ну как и впрочем, многие подписчики пишут Что Туя Восточная Випкорд Она очень хорошо у нас зимует И ничего с ней не происходит Вот такой вот пока небольшой саженец совсем Нарастает Ну вот, наверное, это вот в этом году приростик Короче, когда дождешься, пока она вырастет Это будет уже что-то Еще сразу хочу предупредить о том Что буду, конечно же, говорить, стараться побыстрее Потому что растений много И ролик будет, сразу говорю, немаленький Туя Западная Зматлик Тот такой вот уже растенец Где-то приблизительно метр, может быть, метр десять высотой Также зимует отлично Уже ничем не притеняю И все у него хорошо Лиственница японская Пендула Весной мы стригли ее Сейчас зайду с другой стороны И многие писали Зачем ты, Дима, так ее обкорнал? Ну вот, посмотрите Сейчас это очень красивая пушистая макушка Ну а хвосты спускаются до самой земли Весной будем опять ее подстригать Конечно же, не горит Нарастает очень хорошо И из-за тощей молодой пигалицы Она у меня превратилась в такую вот уже Уже практически красотку Далее Сосна У сосна Ель канадская Сандерс Блю Красивая Маленькая еще елочка Но уверенно нарастает Из-за того, что летом она все время находится у меня на солнышке То у нее вот такой вот красивый голубой прирост Ну а так как зимой солнышко низко И у нас получается от дома тень То ничем я ее не прикрываю И она из-за этого не горит И чувствует себя хорошо Туя западная Амберглоу В том году очень сильно пострадала у меня из-за лобели Но в этом году чувствует себя очень хорошо Обросла и запушилась Сейчас вот такой вот шарик Действительно амбер Посередине у нас Ель колючая Глаук глобоза Далее Четыре можжевельника горизонтальных Это голден карпет Вот такие вот красивые Были все лето ярко-ярко салатовые А теперь в зиму становится немножко Вот у них кончики уже начали бронзоветь Так как они низенькие Ничем не укрываю И ничто с ними не делаю Потому что находятся они под снегом у меня И поэтому не горят Совсем-совсем малюсенькие Кто-то недавно спрашивал у меня Вот что посадить на подпорной стенке Эта клумба у меня вот такая вот высокая Приблизительно где-то метр высотой Посадил я их для того, чтобы они закрыли Всю эту клумбу То есть четыре штуки Раз, два, три, четыре Посадил я их для того, чтобы они закрыли всю клумбу И со временем, конечно же, начали спускаться Вот сюда И чтобы такой был водопад Из вот этих вот красивых можжевельников Ну вот, выдали в этом году приросты Наверное, сантиметров по 25 Может быть, какие-то там побольше Вот, допустим, здесь, наверное, сантиметров 30 Есть Следующая сосна горная Винтерголд Хвоя уже окрасилась Вот в такой вот нарядной Ярко-желтой на камеру Прям так вообще ярко Красавица смотрится на солнышке Вся горит Ничем она особо вроде не болеет Кроме как весной ее с удовольствием Может покушать сосновый пилильщик Ну и последнее растение хвойное здесь у меня Это можжевельник чешуйчатый Блюстар, голубая звезда Ну это карлик Растет очень-очень медленно Ну хотя сейчас вот занимает уже вот такое вот Такой вот размер по сравнению с моей ладонью Приросты у него буквально вот по 5 сантиметров Не больше Ну вот, собственно говоря, и закончился обзор первой клумбы На мой взгляд, пока что эта клумба самая выигрышная смотрится Особенно в этом году После того, как заложил здесь очень хорошую фракцию коры Ну вот, как по мне, так вот она у меня пока самая удачная Ну а мы переходим далее Прошлогодняя осенняя переделка Вот здесь у меня по краюшку посажены Раз, два и три Туя западная, микки И туя западная майки Это карликовые растения Прирост в этом году составил Наверное, вот Ну сколько здесь, 5 сантиметров Не больше Растут они вот такие вот в несколько стволиков Ну, будут вроде бы как до метра, обещают А там что будет, посмотрим, конечно Между ними Такие вот плюшки-ватрушки Это туя западная Golden taffet Золотой холмик Вересковидная хвоя В зиму туйки пойдут коричневые-коричневые совсем А весной делаются такие Салатово-зеленоватые Очень приятного, хорошего цвета И они очень хорошо оттеняют Темно-зеленую хвою туи микки Первый год они у меня посажены были Одну зиму только перезимовали Были все укрыты посадочными большими контейнерами Очень хорошо под ними перезимовали Кстати, по этому поводу тоже очень много вопросов Все свои маленькие вот крошечные растения Хвойные в первый год я просто накрываю Контейнерами, посадочными В этом году, наверное, тоже Если найду вот под них побольше размер Там 15-литровые, 10-литровые контейнеры То накрою их также такими же контейнерами Из-за чего? Из-за того, что все равно, как бы мы ни старались С дорожки попадает сюда снег Хоть мы его и стараемся сюда не кидать Но все равно он попадает, сдвигается И из-за снега, конечно же, эти растения будут хворать Болеть Ну, будут себя плохо чувствовать Далее Туя западная Мириам Красивая туйка Уже такой большенький размерчик Шарик с ярко-оранжевыми кончиками хвои Вот, кстати, может быть даже и очень похоже Туя западная Мириам и Туя западная Дани Каурея Если кто-то знает, в чем различие Можете написать в комментариях Пообсуждаем этот вопрос У меня есть и Мириам Вот она перед нами И потом будут две Туи западных Дани Каурея Но это будет попозже А мы идем дальше Вот такой вот уже большой Сейчас отойду подальше Можжевельник обыкновенный Голд Кон Снимаю против солнышка Даже не вижу, что снимаю Практически он уже догнал рядом с ним Туя западную Смарактвариегату Ну, Туя западная Смарактвариегата Как вот на видео, вроде ничего Но сейчас у нее уже в серединке Вся хвоя побурела И нужно уже чистить ее Если Туя западная Смарактвариегата Сажалась метровая То она сейчас где-то Сейчас подойду к ней Ну, чуть поменьше меня Метр восемьдесят, наверное То можжевельник обыкновенный Голд Кон Сажался крошечным череночком Из двухсотграммового стаканчика Ну, вот видите, он практически догнал И если вот мы Возьмем прям самую высокую точку Вот, в следующем году, мне кажется Он уже эту Туя перегонит И будет больше Но в следующем году Я его немножко хотел с боков застричь Чтобы он был немножко поуже Эти два, две вертикали Вот, которые побольше на этой клумбе Они у меня не подгорели в этом году Были просто связаны Чтобы не разломил снег А так вроде уже хорошо себя ведут И не подгорают Ну, как же и во всех роликах Опять же повторюсь То, что вареегатная вот эта белая хвоя Что на Туе смаракт вареегата Что на можжевельнике казацком вареегата За зиму вся погибает И это не грибковое никакое заболевание Просто вот эти вот хвоинки Без хлорофила, которые белые Они вот не могут пережить, наверное Или морозов, или может быть затенения Не знаю чего Как-то не особо вдавался в этот вопрос Но точно знаю, что это не грибковое заболевание никакое Потому что если было бы грибковое заболевание То, конечно, растения уже погибли А так Вот растение сейчас чувствует себя очень хорошо И можжевельник казацкого вареегата Сейчас очень и очень красив Мне даже как-то написал кто-то Что мол, зачем сажать в парадную зону У нас вот как в калитках И зачем сажать в парадную зону Такую тую вареегату И можжевельник вареегату То есть весной они очень в неприглядном состоянии находятся Зато сейчас очень красивые То есть они как начинают нарастать Восстанавливаются Где-то, наверное, с 1 июня Ну, апрель и май Они немножко невзрачные А потом это все лето и всю осень Они вот такие вот красивые Хорошие Не вижу в этом ничего страшного И вот этим можжевельником Сейчас я просто любуюсь Можжевельник достаточно большой уже Так, наверное, метра два вот он Ну и так Метра полтора, наверное, есть С этой стороны потом его будем немножко сдерживать Ну а в эту сторону там Как уйдет, так и уйдет По центру у нас маленькая зелененькая Пихто-бальзамическая нано Совсем карликовое растение Занимает совсем немного места Сажать, конечно, было нужно куда-то ее На первый план, вот туда к дорожке Ну, здесь вот она растет Ее видно Зелененькая такая хорошенькая кочка Особенно очень красивая весной Когда у нее распускаются ярко-ярко Салатовые приросты Молодые Это вообще просто вот Что-то с чем-то Первый год она у меня подгорала Потом уже вот Как выходит из-под снега Уже не горит Ну и чувствует себя относительно неплохо Даже вот относительно неплохо Перенесла у нас эту жару 2021 года, два месяца Поливалась Поливалась регулярно Как и все мои растения Бежим дальше Сосна горная Мопс Вот такой красивый мопсик Растет, уже заметный Где-то, наверное, сантиметров Семьдесят в диаметре Ну, уже такой заметный стал Что вот сбоку его взять Уже не пройдешь мимо Сосны горные Вообще неприхотливые Не горят Снега не боятся Вот эту сосну я ничем никогда не связываю В этом году было очень много снега зимой И боялся, что ее тоже немножко как расплющит Нет, все очень хорошо выдержала И хорошо себя чувствует Туя западная Мистер боулинг бол Так же, как и мопс Даже, наверное, уже обогнала его Ну, такие вот две кочки Темно-зеленая хвоя Коричневые стволики У растения Очень красиво необычно смотрится Хвоя не ярко-зеленая А вот такая вот Серовато-голубовато-зеленая Можно сказать Но очень красиво смотрится за счет вот этих вот коричневых стволиков Верисковидная хвоя тоже у нее Вот И вообще растение мне очень нравится Сначала как-то я его не рассматривал Меняет в зиму цвет Летом она была более зеленая Более насыщенного зеленого цвета Но сейчас вот кончики Начали уже бронзоветь И опять же повторяюсь Ни в одном ролике это было сказано Те хвойные, которые у нас меняют зиму цвет Они не горят на солнышке Туя западная Мария Яркое, красивое, желтое растение Очень хорошенькое Карликовая туя Как обещали, будет всего лишь до полутора метров Но мне и нужно было сюда такую туйку Немножко в этом году подгорело Вот не знаю То ли это подгоревшая весенняя хвоя с южной стороны Но сейчас уже ничего не видно Чуть-чуть она совсем так вот Немножко ее солнышко как бы прижарило Но очень быстро отросла Очень быстро восстановилась И еще здесь есть одно у меня растение Прямо около моего столба Это можжевельник лежачий Принцуэльский Достаточно хорошо в этом году нарос Потому что вот там вот очуток на него уже упал Роза здесь веточкой прикрыла И он вот здесь вот у меня расползается Ну я и хочу, чтобы он там вот закрыл от столба до туи И сюда до рододендрона Вот эту всю пустоту И немножко вышел на плиточку Ну а потом будем смотреть Насколько он разрастется И насколько он будет себя вольготно чувствовать Горизонтальный можжевельник Ничем не укрываем, не прикрываем Очень хорошенький Голубовато-зеленая форма Вот такой вот красавчик Переходим дальше Еле обыкновенная, не деформис Не так давно я снимал по ним обзорчик Наверное, когда делал обзор на новинки Вот по сравнению с моей ладошкой Писали мне, что она достигает размеров 3 метров в диаметре Но я так чую, что это будет у меня очень и очень не скоро Такой размер Ну во всяком случае Вот туда я ей могу дать размер Чтобы она разрасталась до забора Ну а сюда, если выйдет немножечко на плиточку Тоже ничего страшного в этом не будет Но мне кажется, это будет очень не скоро Еле все обыкновенные у нас зимуют отлично Не горят и чувствуют себя превосходно За исключением, опять же, первогодок Первогодки я их всегда прикрывал в первый год Вот Тис ягодный покупал как Дэвид Потом мне написали, что это не Дэвид, а Фастигиата Очень сильно в эту зиму он у меня пострадал У меня в эту зиму все растения были открытые Делал я такой своего рода эксперимент Но эксперимент был принудительный Поэтому, ну не мог я закрыть растения Вот по одной из причин Но об этом не будем В эту зиму он у меня дал всего лишь прирост И вот сантиметров, наверное, по 10 Вот такие вот небольшие Потому что очень сильно болел Очень сильно обгорел Может быть даже подмерз Мне писали, что он не очень зимостойкий Но в эту зиму утеплять я его, конечно же, точно не буду А притянить обязательно в притяночную сеточку Мы его замотаем У кого есть, если он находится на солнышке То вот имейте в виду Был он где-то, наверное, высотой Ну вот такой вот Вот у него верхняя часть совсем вся молодая Обгорела И усох даже основной ствол Потом вот пошли вот такие вот Маленькие приростики Ну надеюсь, что в следующем году наберется сил И все будет хорошо Сосна на штамбике Штамбик небольшой, наверное, сантиметров 80 Уже без опоры Сейчас пошатаю Давно ее не шатал Но знаете, она такая прям устойчивая Устойчивая уже Если вот весной она прям стояла как-то неуверенно Я даже хотел ее отвязать от бамбу Ну, хотел отвязать и отвязал от бамбуковой опоры Боялся за нее Но сейчас вот пошатав ее Вижу уже, что она прям набралась сил И шапочка подросла Хвоепат Вот такой вот образуется Не нравится мне немножко, что у нее вот пустая серединка Серединка вот такая вот как гнездо Все веточки у нее, получается, опускаются У сосны нет названия Потому что покупал без названия И в итоге в комментариях По этому сорту мы так ни к чему и не пришли Как и ее соседка Лиственница на штамбе Вот с таким вот Хорошим в этом году приростом Голубым Ну, там было какое-то такое название Писали мне Но, честно сказать, вот не запомнил Потому что, ну вот Когда покупаешь растение с названием У меня как-то всегда в голове это все откладывается А когда покупаешь без названия То Вот выпадают потом И уже больше с этим я ничего поделать не могу Ну, лиственницы все зимуют хорошо Так как у них опадает хвоя И они у нас не горят, ничего К тому же, она вот У меня уже принялась Эту зиму, вот Которая была с 20 на 21 год Это была вторая ее зима Ну и вроде как Даже вот видите Какой интересный здесь прирост Вот такой вот Вот такой вот Длинный, огромный хвоей Вот Старая На старых побегах хвоинки Уже начали желтеть И скоро будет Красивый желтый шарик Немножко ушла в сторону У нас тут Три дня, наверное, сильный дул ветер И вот эти вот растения Которые по забору у меня посажены В миксбордере Немножко вот от сильного северного ветра Всегда у меня страдают Вот ее нужно теперь Выправить Чуть-чуть Немножко в кривь стоит Ну мы поправим ее, конечно Никуда она не денется Так, бежим по миксбордер дальше Можжевельник Китайский Стрикто Две штучки В этом году Отсюда Выглядят неплохо Отсюда Вот этот Можжевельник Практически Практически Не полностью Но практически Восстановился Вот этот вот Можжевельник Похуже Почему Я пришел к выводу Потому что Тот находится На солнышке Его там Ничего не затеняет Внизу там Розочка небольшая Растет А этот Вот он и поменьше И у него здесь растет Купен лекарственный И вот мне даже пришло Здесь часть побегов Вырезать Чтобы Как следует Здесь вот Освещалось все солнышком И чтобы Побыстрее все это Заросло Но так как Понял я это Опять же Не рано весной То вот Увы Он Ну восстанавливается Конечно Молодые Побеги Все пошли расти Думаю что На следующий год Подкормим И он восстановится Вот И между ними Туэтэдди Туэтэдди Не накрывалось Не связывалось Ничего Вот так вот Красиво Прекрасиво Наросла Ну вот что Самое интересное Вот туэтэдди Да А вот здесь Вот хвоя Может быть Молодой прирост Вот эта Вот шапочка Какая-то Интересная Другая Ну будем Смотреть На нее И наблюдать Красивый Шарик Ну его даже Шариком Не назовешь Он такой Как Вот Шапки Такие Из снега Не назовешь Их ватными Тоже не назовешь Потому что Они зеленые Ну такая Интересная Хорошая Никогда Я ее не стриг Мне писали Что ее Можно стричь Ну что Здесь стричь Когда она Тут всего-то Может быть Сантиметров Пятьдесят Высотой И сантиметров Пятьдесят В диаметре Уже Зимует Хорошо Возможно Ей дает Тенек Вот этот Вот Можжевельник Стрикта Не знаю Но не подгорело В эту зиму Когда многие Хвойные Вот как Стрикты Как Тис Как Голден Смарагты У меня Подгорели В эту зиму Так Ну здесь Вроде Все Сказал Немножко Я их Обстригал В августе Я здесь Себе Пока не снимал Вам долго Ролики В августе Купил Одну игрушку Вот И стриках Даже вот Некоторые Такие Вот побеги Где-то Застряли Там В хвои И вот После стрижки Что интересно Вот так Вот немножко Наверное Пострадали Хвоинки И вот Вверх Как будто Немножечко Вот Под Засыхал Ну я думаю Что восстановится Очень хорошо А не на следующий год Очень быстро У нас вроде бы Установилась Хорошая Недождливая Погода И на днях Я буду Хотел Во всяком случае Обработать В зиму Все свои Хвойные Растения Буду снимать Наверное Об этом Обязательно Так Дальше Дальше У нас здесь Ничего нет Кроме Вот такого Вот слабенького Посаженного Саженца Ели колючий Майголд Саженцы Эти были у меня Весной на продажу И все лето Они были у меня В наличии на продажу Но все кончилось И вот Оставалось у меня Весной Точнее не оставалось А вышли у меня Из весны Очень плохо Два растения Я их оставил Себе Посадил Одно вот здесь Одно на втором уровне Карликовые елочки Ну вот Подгорели Что ли В контейнерах Они у меня Вот Но почки Тем не менее Все хорошие Все сильные Понаблюдаем За этими растениями Что с ними будет В этом году Вот Кстати Такая вот Тяжелая Зимовка И весна У нас Снег очень долго Не таял А потом Плюс еще Жаркое лето Конечно же Очень много Растений Ну как бы Выбраковали Потому что Вообще Много очень Растений Пошло У нас В помойку Так скажем Погибло Вот Ну что теперь Не без этого Хотя в этом году Я сезон свой Уже по растениям Закрыл И начнем Теперь наверное С весны 2022 года Так Перед нами Клумба С камнями Вот такие Вот Отхожу Подальше Вот такие Уже Красивые Три растения Больших Большеньких В размере Это у нас Можжевельник Скальный Можжевельник Скальный Покупались Как Blue Arrow Посередине Смарагт Туи Западный Смарагт Сейчас зайду С той стороны Еще их сниму Вам Под солнышко Неудобно Ну вот так Вот с этой стороны Так как Южная сторона Можжевельнички Выглядят Гораздо лучше Потому что Хвоя У них Хвоя У них Более плотная Также Стриглись Стриглись В августе Возможно Я это делаю Поздно Нужно Наверное Скорее всего Как-то Перейти на Стрижку Мне В начале Сезона Наверное Где-то В мае До Отрастания Молодых Побегов Потому что Потом Когда Нарастают Молодые Вот эти Тоненькие Голубые Побеги Очень Красивые Растения Но так Как Я их В прошлом Году В августе То и в этом Году Решил Подстричь В августе Наверное Понаблюдаю За ними В следующем Году И следующий Год Наверное Я по стрижке Их пропущу И потом Уже Буду Стричь В начале Сезона Чтобы потом Любоваться Молодыми Приростами А так Получается Я вот эти Все Молодые Приросты В основном Состригаю Они только Остаются Где-то Вот В серединке Кроны И поэтому Сейчас Ну издалека Конечно Это смотрится Неплохо Но вблизи И вот Не на камеру А живым Глазом Это смотрится Ну Мрачновато Немножечко Ну что теперь Туэсмарагд Немножко Подгорела В этом году Но Она Вот Даже видно Вот это Хвоинка Это вот Подгоревшая Но так как Она находится Здесь вот На ветроду И очень Насильном То конечно Она быстро Очень сбросила Эту хвою И здесь Вот Подзаросла Хотя Немножко Такие вот Проплешинки Остались И внутри Надо уже Чистить Обязательно В зиму Хвойные Обязательно Нужно чистить Особенно Туэ Чтобы там Не зимовали Никакие Жучки Паучки Ну и конечно Никакие Грибные Заболевания Думаю Что Я куплю себе Еще одну Интересную Игрушку И мы с вами Сделаем на нее Обзор Посмотрим Как она Будет действовать Между ними Можжевельник Андора Компакта Уже превратился Из нежно Салатового Яркого Вот в такой Вот Кирпично Буро Зеленый Практически Незаметный На каменной Отсыпке Вот так вот Совсем Небольшой На солнышке Не горит Чувствует Себя Хорошо И рядом С ним Сосед Можжевельник Старое Золото Old Gold Покупал Вообще-то Без названия Его Потом мы Пришли В комментариях К единому Мнению Что это Old Gold И Я его Так и стал Называть Теперь Вот в этом Году Немного Немного Совсем У него Вот Верхние Хвоинки Самые Молоденькие Они Подернулись Обгорели Весной Но Ничего Быстро Закрылся Быстро Восстановился И Достаточно Хорошо Нарастает Так Поперек Клумбу Посмотрели Плюс Еще Пять Растений Ну А мы Идем По Миксбордеру Можжевельники Blue Arrow Четыре Штучки Аллея Так же Уже Я их Нет Я их связывал В этом году В зиму Но в этом году Вот подстриг И Хотел Уже Не связывать Посмотреть Выдержат ли Они Снеговую Нагрузку Если таковая Будет Зимой И Что с ними Будет Если Если Извините Что так часто Дергаю носом Ну Куда деваться Стараешься И болтать Побыстрее Стараешься И о чем То еще Наперед Подумать Ну Ну и Потому что Очень Ртом Дышишь Часто Потому что Говоришь Поэтому Получается Такое Дергание Носом Так Что хотел сказать По можжевельникам Да то что Каждый год Привожу Какие то Эксперименты Потому что Охота Поменьше Работать В саду Поменьше Чего то Укрывать Поменьше Чего то Связывать Ну и Ты понимаешь Вот как Допустим Со Стриктами И С Тисом Ягодным То что Что то все равно Приходится Нам Будет Нужно Обязательно Прикрыть В зиму Что то горит Да Вот теперь Этот год у нас Будет по Можжевельникам Посмотрим Нужно ли их Связывать Или не нужно Потому что Хочется Побольше Наслаждаться Своим садом И поменьше В нем Работать Я конечно Понимаю Что Это чушь Если Сад Держать Как говорится Все время В хорошем состоянии То работать Много нужно Но и Нужно думать О том Что Что то Мы можем Наверное И не делать Далее Можжевельник Вроде бы Как Холгер Но может Быть и не Холгер У него Такие Кремовые Приросты Приросты Идут Весной Вот такая Вот Рогатинка У меня В зиму Снег Ложится На эти Рогатульки И прижимает Их И они Практически Из зимы Выходят В горизонтальном Состоянии Но Каждую весну Как сок Движение Активное Начинается Они приподнимаются И Достаточно Уже Высокий Наверное Где-то метр Вот Есть Высоту Этот Вот Кустик Не очень Уверен По названию Ну вот Покупал У тех Специалистов Даже можно сказать Я не люблю Вообще Это слово Спец Но вот Специалистов В кавычках Можно назвать Спец По хвойным Который Так бы Ну на что-то там Похож Можжевельника Давай напишем Название И продадим Его с этим Названием Я все-таки Люблю Докопаться Всегда До истины И Чтобы Как говорится Можжевельник Или какое-то Другое Растение Вообще Любое Не только Хвойное Люди Покупались С названием Чтобы потом Знали Что с ним Делать Еще один Можжевельник Средний Или Чешуйчатый Можжевельник Блю свит Ну вот Этот Во всяком Случа Можжевельник Он Покупался Вместе Вот с этим Вот Можжевельником Он во всяком Случа Вроде Как бы Соответствует Своему Названию Немножко У него Подгорела Одна Лапка Весной Я ее Состриг До сих пор Мне непонятно Почему Вот он Все время Растет В ту сторону И никак Не хочет Нарастать В эту сторону Но вот Потихонечку Потихонечку Вот в этом году Пошла Одна Веточка Вот вторая Веточка Вот третья Веточка Пошла сюда Может быть На следующий год Я ее как-то Разверну Вот так Прищеплю Все-таки Думаю Что он Одумается И будет Нарастать И в эту сторону Но нет Он почему-то Может быть Из-за того Что Клумба Это находится Прямо рядом С домом Может быть Он вот Тянется туда Потому что Солнышко Появляется Сначала там И потом Сюда Вот движется Может быть Он к солнышку Тянется Не знаю Далее Можжевельник Обыкновенный Видовой Вот такой Вот Прирост Был у него В этом году Более или менее Нормальный На солнышке Чуть-чуть Подгорел Был связанный Далее Можжевельник Китайский Минджулип Красивый Ярко-зеленый Большой Большое Растение Недавно Делал По нему Обзор Ну что Сказать Нареканий Пока По нему Никаких Не было Не горит Не связывается В зиму Весной Не горит Один год Я делал Под него Из сеток Из капроновых Подставочку Такую Чтобы он не лежал Плотно На земле Потому что Вроде бы Как бы Там начинают Развиваться Какие-то Грибковые Заболевания Может быть Когда он Будет совсем Совсем Огромным И очень Очень Густым Может быть Тогда какие-то Грибковые Заболевания Там и будут Но пока Сейчас Это Вот такое Вот растение Не особо Плотное Поэтому Никаких Больше Подставочек Под свои Средние Лежачие Можжевельники На зиму Я не делаю Потому что Ну вот Так говорю И же Опять Хочется Поменьше Работать И побольше Наслаждаться Садом По этим Товарищам Я уже Все сказал То и Даника То и Западная Даника Здесь Растет С 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 Могу наврать Потому что Вот о Посадках Вот в этот Момент У меня Не было Никаких Записей Поэтому Так Немножко Вот Наобум Уже Хорошая Кочка Зеленая Ну Если Не ошибаюсь То Где-то Метр Наверное В диаметре Может Сантиметров 80 В диаметре И Сантиметров 50 В высоту Она Она такая Больше В ширину Чем В высоту Зеленая Кочка Связывал На зиму Данику Обязательно Нужно Связывать Потому что Хвоя Нежная И если Ее не Связывать Даже Малейший Снег Ее Всю Расплющит Может Быть Конечно Она После Зимовки Расплющенная И встанет Но У меня Был Печальный Опыт Стуи Голден Глоб Которая После того Как ее Расплющил Снег Целый Сезон Все Лето Она Была Вот Такая Раз Плющенная Разломанная Серединка Была У нее И Целый Сезон Она Потихонечку Потихонечку Там у нее Веточки Начали Нарастать Ну Мы к ней Подойдем Поговорим Еще об этом Так что Связывать То конечно Мы поговорим На эту тему Еще не один раз Ну и Последнее Растение Здесь Это Можжевельник Средний Золотая Звезда Голден Стар Полностью Подчеркивает Своё название Это действительно Симметричная Красивая Звезда В этом году Уже Начал У меня Нарастать Вот так Вот видите Один ярус Это уже Пошел Второй Ярус Говорят Что растения Эти Достаточно Большие В размерах И то Что когда Вот они Несколько ярусов Так у себя Нарастят То в серединке Внизу Там их Начинает Поедать Грибок Какой-то Но это Опять же Все пока Говорят У меня Вроде Пока Как Ничего Замечено Не было Достаточно Здоровое Растение Хорошо Выглядящее Поэтому Возможно Что лет Через Пять А может Быть Даже Через Десять Я Его Как-то Обстригу Застригу И Может быть Если Где-то Там В серединке Что-то Будет Грибковое То Как правило Из всего Этого Больного Садоводы Любители И ландшафтный Дизайнер Делают Что? Делают Ниваки Вот Поднимем Несколько Веток Старых Обстрижем Обстрижем Шапочками И все Будет Может быть Я так думаю Что очень Хорошо Ну а мы Бежим Дальше Все растения Посчитали Здесь Сколько Каких Есть Ну вот Я тоже Так считаю Прикидываю Понемножку Еще Одна Туйданика Это растение Чуть Поменьше Вот видите Вот он Хвоепат Тот Самый О котором Сейчас Прямо Идут Такие споры Что это за болезни Там такие красивые названия Делают Да никаких Красивых названий Здесь нет Просто осенью Старая хвоя Умирает Еще одно Хвойное растение Про которое Только что я вспоминал Туя Голден Глоб Вот я его В какую-то Одну из зим Когда это было Совсем прям Молоденькое растение Не связывал И что у нас Получилось Весной У нас Получилась Вот такая Вот Лепеха И вот Потихонечку Потихонечку Серединка У нее Потом Заросла Голден Глоб Сейчас Похож на Шарик Все Собираюсь Я Начать Стричить Растения Есть у меня Еще Глобоза И вот Голден Глоб Но все Что-то Как-то Мне жалко Потому что Растения Все еще Маленькие Конечно Они уже Становятся Заметные Но все еще Недостаточно Заметные Поэтому Вот все Пока я их Не стригу Конечно С возрастом Потом я буду Их стричь Чтобы они были Более жесткие И возможно Что потом Их и не надо Будет связывать От Снеголома Возможно Что когда их Будешь каждый год Застригать Каркас Будет Ветвей Гораздо Жестче Ну и соответственно Меньше Работы Опять будет С ними Ну тут Как работы Меньше Или работаешь Связываешь Или работаешь Стрижешь Выбирать Всегда Приходится Красивый Ковер Который раскинулся Наверное Уже больше Двух метров Вот так вот Взять в диаметре Он туда Он ушел уже И за Голден Глоб Уже полез И туда Вот в середину Гортензии полез И здесь Вот уже Половину дорожки Окупировал Но в этом году Пока вот не стриг Отсюда Окупирует Потихоньку Астра Верескообразная А отсюда Блючип Окупирует Но пока Вот на следующий год Наверное Придется его Немножко Отсюда Вот убрать Чтобы ходить Уже Не прицеливаясь А то идешь То ли на это Не наступить То ли на то Не наступить Что хочу сказать Абсолютно Хороший Можжевельник Пока у меня Ничем не болел Такой вот Яркий Голубой Действительно Ковер Отдельные Веточки Вот у него За лето Ну чем-то Может и болеют Вот такие вот Есть Надо просто Взять секаторы И вот одна Веточка Вот вторая Веточка У него Вот две Болючие Какие-то Наверное Есть Весной Тоже Также Пару Тройку Веточек Я вырезал И все Разрастается Достаточно быстро Потому что Потому что Уже Я говорю Уже Наверное Два метра В диаметре Вот если Я на него Лягу То уже Я на нем Умещусь Так далее Далее Еще одна Туизматлик Ну вот Эта вот Туизматлик Прям говорит О том Что она Карлик Карлик Если у меня Вот там На высокой Клумбе Туизматлик Растет Более Уверенно И хорошо То здесь Вот она Растет Так вот Не очень быстро Хотя была Посажена Большим Саженцем Возможно Здесь Ей Не хватает Солнышка И вот Здесь Вот ее Уже Начинает Поддавливать Дерен Отсюда Гортензия У этих Растений Довольно Таки Обширные Корневые Системы Ну я Думаю Что она Выживет И что Здесь Будет Очень И очень Хорошо В свое Время Когда Поднимется Немножко В высоту А вот Кстати Дерен Не хвойное Но вот Такой Шарик Стригли Полтора Раза За лето Так На этой клумбе У нас Значит Блючип Голден Глоб И Даника Все мы Посмотрели Все сказали Здесь Бежим дальше Туя Западная Голден Смарагт Растет Очень Медленно Со Смарагтом Даже Рядом Не стояло Больше Даже Уходит Кубышечка То есть В ширину Немножко Подается И не так Сильно В высоту Красивая Да Желтенькая Да Не так Быстро Растет Да Но Мне здесь Нужно Вот Прикрывать Забор Нужно Прикрывать Забор Соответственно Чтобы нужно Побыстрее Росла Она растет Очень медленно И еще Один Минус У Голден Смарагтов То что Они В эту Весну Очень Сильно Подгорели И этот Подгоревший Хвоя Вот эта Подгоревшая Она До сих Пор Видна И если Может быть Если на камеру Вот так Отойти То ее И не особо Видно То глазом Прям вот этот Вот опаленый Бачок Его было Видно Все лето Ну вот так Вот Может быть Адаптируется И не будет Гореть Но я Что-то в этом Не уверен Думаю Что как она Горела Так гореть И будет Рядом с ней Была посажена Смарагт Совсем Крошечная Прям Хвостик Там был Вот такой Вот Кресиный Несколько Хвоинок На нем Было Но вот Видите То что По росту Почти Догнал Хотя Это было Посажено Растение Уже Более Подрощенное Смарагты Простые Растут Побыстрее И чувствуют Себя Весной Поувереннее Вот Это вот Растение Было У меня Прикрыто Так как Было Совсем Совсем Крошечное Ну а Дальше Будем Смотреть С ним Что Произойдет Еще Одно Хвойное Растение Можжевельник Китайский Спартан Также Было Подстрижен Как И Блю Эру Вот Эти Вот Так как Тоже если не стричь У него быстро Начинают Отрастать Боковые Ветки Которые Все Стремятся К лидерству И он Такой Тогда Будет Более Разлапистый Более Расхлябный Ну а я Хочу Такое Узко Коническое Растение Здесь Не знаю Конечно Что Будет Потом С ним Но Сейчас Пока Мне нравится Как Он Выглядит И Как Он Растет Так Бежим Дальше А Дальше У нас Что Дальше У Два Три Три Ёлочки Канадские Ну Ёлочки Канадские Все знают Коники Уже Про них Столько Всего Наговорили Что Ой Много Весь Интернет Этим Канадским Ёлочками Просто Забит Растут Уверенно Особо Ничем Не болеют Единственное Вот В Прошлом Году Наверное Я Немножко Под них Подсыпал Побольше Удобрения И в этом Году Даже Не стал Ничего Сыпать Потому Что Зимой У меня Ближе К весне Не только Вот Здесь Вот Молодая Хвоя Так Немножко Покоричневела Но и Северной Стороны Тоже Я думаю Что Все Таки Вот Удобрения Вызвали Очень Сильный Рост Побегов И Молодые Побеги Эти Не прекратили Рост К зиме И Которые Потом Пошли У нас Сильные Морозы Они Просто Вот Эти Молодые Нежные Хвоинки Поприщипывали И Они Покоричневели В этом Году Ничем Вообще Не кормил Не стал Кормить Ну Хотя Приросты Выдались Все равно Более Наверное 15 Сантиметров Вот Так Вот Среди Них Растет Какая Сосна Горная Вот Такая Вот Ну Малышка Малышка Но В этом Году Выдало Тоже Прирост Прирост Побольше Сказать Что Не горит Но Весной Май Месяц Или Начало Июня Сейчас Уже Точно Не скажу Смотрите Обязательно За гусеницами Соснового Пилищика Ну Вот Еще Четыре Растения Здесь Чуть Не пропустил Вот Эти Да Чуть Не забыл Четыре Туи Санкист Красивые Хорошие Золотистые Шарики Не очень Я их ничем Не стриг Пока Не стриг Еще Жду Когда они Немножечко Наберут Еще Объемчика Ну Вот Так Вот Сейчас Это Смотрится Мне Уже Нравится Подпорная Стеночка Отделалась Вид Совершенно Другой Корой Все Подсыпалось Соответственно Вид Совершенно Другой Хвойные Растения Набрали Объемчика Уже В сравнении С тем Какие Они были Посажены Уже Совершенно Другой Вид Так Вот Потихонечку Сад И набирает Свои Красоты А перед Нами Сейчас Туя Западная Янтарь Еще Плюс Одна В копилочку Желтохвойная Туйка Посажена Была Летом Прошлого Года Привозил Я не так Много На продажу Этих Туек И так Быстро Разобрали Если честно Что я даже Не ожидал Оставалась Одна Маленькая Корявенькая Ну И я посадил Ее себе Вот здесь Вот Когда-то Некогда Здесь росла Глициния Две Или три Зимы У меня Эти глицинии Не зимуют Опять я их сажаю Каждый год Опять они не зимуют Ну и вот так Я успокоился С этими глициниями И посадил На это место Маленькую Корявенькую Тую Западную Янтарь Из маленькой Корявенькой Она за этот год Стала Такая Уже более Уверенная Более Пушистенькая Хорошенькая Туйка Была Связана Но не прикрыта Да Не прикрыта Я все ходил На нее Смотрел Смотрел Внимательно Очень В то время Когда Уже видел Что мои стрикты И тисы Горят Вот Но Она Очень хорошо Себя Повела И оказалась Достаточно Стойким Олаганным Солдатиком Далее Бежим Далее Можжевельник Блюкарпит Еще одно растение Молодое Посаженное В том году Принялось Но Особо Нарастать Пока еще Не хочет Возможно Потому что Еще молодое Молоденькое И Вот здесь Вот как мы Поднимаемся На второй уровень На ступеньки Прям первым планом У меня Посажено Если сейчас Все таки Зайти Вот отсюда Вот От ступенек Сосна Белокорая Шмидта Можно было бы Конечно Ее посадить Прям И вот сюда Вот Прям на это место И она бы здесь Никому Абсолютно Не мешала Потому что Это супер Карлик Прирост Прирост Всего лишь 2 сантиметра И расти В какой-то Более заметный Шарик Это будет Очень и очень Долго Но Как и все сосны Ведет себя Хорошо И не горит Даже не знаю Что делать Переходить В парк Или не Переходить Потому что Здесь у нас Хвойных Много Еще И даже Не знаю Если здесь Это здесь Еще Сейчас Как раз Ролик Получится Уже Наверное Полтора Часа Давайте Я наверное Сниму Это завтра Все Во второй Серии Обзора Моих В кавычках 100 Хвойных Растений Потому что Растений Все больше Прибавляется Даже За один Час Если даже Очень быстро Что-то По ним Трындеть То все равно Не укладываемся Мы И так На сегодня Всем пока Всем всего доброго Ну а завтра Вас ждет Вторая серия По хвойным Моего парка Всем пока